Всем привет, с вами снова Элина, и сегодня я хочу вам показать свою коллекцию сумок. Если это вам интересно, то тогда оставайтесь со мной. На самом деле, эту идею мне предложила одна замечательная девушка на ютубе, сказала, что возможно это будет интересно, и я решила, почему бы не снять такое видео. Хотя сумок у меня на самом деле не очень много, и я объясню вам, с чем это связано в процессе этого видео, и я хочу рассказать вам историю некоторых сумок, как они у меня появились. Надеюсь, что вам будет это все интересно. Поехали. Итак, сумка номер один. Это, пожалуй, моя самая любимая сумка. С ней у меня связаны чудесные просто воспоминания. Это сумка Louis Vuitton, как вы уже, наверное, все поняли. Это не фейк, конечно же. И вообще, что я хочу сказать по поводу фейков, я считаю, что лучше купить настоящий H&M, чем подделку под Шанель. Это мое личное мнение, и эту фразу я сама придумала. Поэтому, в общем, я ненавижу фейки, поэтому это плюс настоящий. Эта сумка должна быть с длинным ремешком еще, но, к сожалению, по каким-то причинам, я не знаю, не ожидала такого качества, если честно, от Louis Vuitton. У меня этот ремешок слегка потрепался, начал клей отклеиваться по краям. Поэтому я сдала его в Louis Vuitton, и мне должны сделать новый ремешок. Вот сейчас жду его. Расскажу историю, как у меня эта сумочка появилась. Мы были с мужем на Арубе. И я сидела просто в номере отеля. Он играл в казино. Вдруг мне звонят с ресепшена. И говорят, подойдите, пожалуйста, на ресепшен вам письмо. Очень срочно. Прямо сейчас. Я подумала, что такое это может быть. Вообще, мы на отдыхе, кто нам может письма писать. И я написала мужу, сходи, пожалуйста, на ресепшен. Какое-то там письмо нам пришло. Ты вроде как там рядом в казино находишься, а мне спускаться с какого-то там этажа придется. Он говорит, ой, нет, все, не могу, мне надо срочно бежать в туалет. Приспичила. И вообще, у меня телефон сейчас сядет, напиши мне. В общем, сходи, пожалуйста, сама. Я думаю, ну, как всегда, что-то с ним опять не то. Пошла, в общем, я на ресепшен этот. Мне дали конвертик. Там было написано, пройдите, пожалуйста, в комнату номер. И указан номер нашей комнаты. Я подумала, что за бред вообще. Я поднялась обратно наверх в нашу комнату. Я несколько раз пыталась открыть этим вот электронным ключом комнату. Почему-то она не открывалась. На самом деле, как выяснилось, это не было частью плана. Почему-то просто так получилось. Я уже начала беспокоиться, потому что дверь не открывается. Меня вызвали из номера. Мужа нет. Я подумала, вдруг какие-то грабители там что-то замыслили. Я уже просто не знаю, что думать. Уже начала переживать. Я ему звоню, у него телефон отключен. У меня паника. Я еще раз пробую открыть номер. Он открылся с четвертого раза. Я захожу туда аккуратно. Я думаю, вдруг там кто-то есть или что. Вот так вот прокрадываюсь, проверяю, нет ли никого в номере. И вдруг вижу, что на кровати стоит большущий пакет Луи Виток. Я не помню, что там было написано на кровати. Что-то вроде «Я в казино». И за то, что это такая хорошая. И, естественно, это был сарказм. Потому что он все время ворчал, что я себя плохо веду. И, в общем, так вот у меня появилась сумка. Это, наверное, самый приятный такой подарок, который мне вообще делали бы. Именно то, как он это все обыграл. Это, знаете, прямо вот как из какого-то фильма. Я обожаю такие ситуации. Я хочу, чтобы они у меня были почаще. И, в общем, сейчас, когда у меня есть уже хорошие сумки, мне неохота покупать сумки, лишь бы какие. Какие-то дешевые. Не знаю, потому что я считаю, что лучше пусть у меня их будет меньше. Но они будут хорошего качества. Они будут какие-то брендовые. В общем, я думаю, девушки, у которых есть хорошие, качественные брендовые сумки, они меня поймут. И уже не хочется покупать всякие шеф-патрёк, лишь бы что-то купить. Хотя иногда и бывает, что это могу себе позволить купить, но такое больше, знаете, что это очень экстраординарное и необычное. Ещё одна значимая сумка в моей жизни. Это вот такая вот. Это клатч, как вы уже поняли. Это сумка с моей свадьбы. Она очень такая вся блестящая. Мне очень нравится, что у неё вот такая вот ручка, то есть как колечко такое, знаете, очень удобно она висит на пальце, потому что, как правило, клатчи нужно держать вот так в руках, это неудобно. У меня были примерно такого же материала туфельки на свадьбу, поэтому эта сумка очень хорошо подходила к моей обуви. И я купила её вообще в каком-то просто дешёвом арабском квартале, потому что в магазинах для невест, если честно, найти что-то красивое здесь очень сложно, поэтому такие вот всякие вещи, как туфельки или как сумочки, я покупала просто в обычных магазинах, которые какие-то вот такие турецкие, знаете, наподобие как, в общем, наши русские. Ещё одна сумочка, это вот такая вот сумка. Она, если я не ошибаюсь, стоила 250 рублей. Она очень крутая, очень прикольная, мне кажется, и, знаете, мне кажется, она выглядит дёшево. Она сделана под кожу, и всё, что на сумке обычно находится, здесь просто нарисовано. И она такая вся яркая, необычная, мне кажется, очень трендовая, классная и модная. Я почему-то давно её не ношу, но, в принципе, наверное, надо куда-нибудь с ней сходить, потому что мне она очень, в принципе, нравится. И с этой сумкой я ездила первый раз в Париж, когда мы с моим мужем только встретились, и, в общем, все фотографии оттуда у меня были с этой сумочкой, поэтому тоже у меня с ней хорошее воспоминание связано. Очень она мне нравится. Это, кажется, центр обувь, я покупала там. Совершенно случайно видела сумку крутую и просто не смогла её не купить. Вот такую вот сумочку я привезла из Таиланда. Когда мы там были... На самом деле, пока мы были в Таиланде, у меня постоянно было такое настроение, что мне надо покупать, 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 потому что там всё очень необычное, прикольное. Знаете, такие вещи продаются, которые, может, на шерплотрём, но они в единственном экземпляре. То есть таких вещей в Голландии, по крайней мере, мне кажется, точно не найдёшь, потому что они какие-то всё очень необычные. Такие с тараканами немножко вещи, конечно. Но по мне такие яркие и, в общем, броские. И вот таких сумочек там продавалось очень много. Я всё думала, как вы же мне купите. В итоге я взяла такую вот совушку. В общем-то, в принципе, это не совсем прям такой, может, мой стиль. Я её ношу нечасто. Но сумка очень удобная, если вы куда-то там едете на море. И вам нужно просто вот так вот перекинуть. Если вы что-то увидите, так. Короче, вот. Если вам нужно что-то удобное, маленькое, вот такую сумочку самоберёте. Очень яркая, позитивная. И очень она мне, в принципе, нравится. Я думаю, это даже может быть хендмейд. Но не факт. Есть у меня вот такой вот клатч с тигром. С головой тигра. Сделан он тоже... Ну, не тоже. Под кожей, я не знаю кого. Змеи какой-то. Очень мне нравится. Я покупала его в магазине Cool Cat. Магазин это такой, в принципе, бюджетный. Но, в общем-то, он мне очень нравится. Поэтому, если у вас есть где-то магазин Cool Cat, где вы живёте. Вот. Я с ним частенько хожу куда-то просто в ресторан, в клуб. Ещё одна моя брендовая сумочка. Это вот такая вот сумка от Gucci. Я думаю, вы её уже могли видеть в моём видео, что в моей сумке. Если вы её не видели, то можете посмотреть сейчас. Я вам оставлю также ссылочку на видео, что в моей сумке. Это такой летний вариант. В общем, в основном я ношу её, когда уже в тёплое время года. Поэтому сейчас она у меня пока отдыхает. Эта сумка также была подарком моего мужа. Тогда мы жили ещё в Бельгии. Я ездила на учёбу. Каждый день, пять раз в неделю в рабочие дни. И это была зима. У нас постоянно шли дожди, так как здесь снега нет. И я каждое утро ездила на велосипеде. И каждое утро возвращалась на велосипеде. И, короче, меня это жутко бесило. Вот. И в тот день, когда он мне её заказал, был жуткий дождь. И он меня не встретил на машине, как я его просила. Я приехала вся мокрая с такими потлами. У меня ещё были наручные длинные волосы. И я злобное зашло домой. Начала на него орать, какой он плохой. И он мне говорит, всё, прекрати возмущаться. Я тебе заказал сумку Гуччи. Я говорю, ну ладно, живи. И, в общем, да. Потом мне пришла сумочка. Почтой он её заказал. Прям в посылочке пришла такая вся красивая сумочка в коробочке. В общем, тоже очень приятные у меня воспоминания связаны с этой сумкой. Единственное, что мне не сильно нравится, что она мягкая. Она не держит форму. Поэтому, если ты её ставишь, она вот так всё распластывается по поверхности. Но, в общем, сумка очень красивая, конечно, и очень мне она нравится. Ещё одна очень такая няшная сумка в моей коллекции. Это вот такая вот сумочка. Я бы назвала её, не знаю, барбегё. Потому что она очень розовая. Потому что здесь есть бантик. И, в общем, она очень, конечно, крутая. Тоже такая летняя, потому что у неё материал такой тряпичный. Если вы посмотрите поближе, если вам видно. Такая, в общем, стёганая, тряпичная сумочка. Я её, насколько я помню, купила в аэропорту Дубай. Я, кстати, вру, я купила её не в аэропорту Дубай. Я купила её в аэропорту Таиланда на пути в Дубай. И, в общем, это какой-то бренд. Но я не помню название. И больше нигде уже имени этого не осталось. И, в общем, у них все вот сумки в таких расцветках совершенно разных цветов. Но все тряпичные и разных размеров. Короче, не знаю, может, вы где-то такие встретите. Вот красиво, короче, такая вамурная. Даже для собачки, мне кажется, подошла бы. Моя собачка уже сюда совсем не влезет. И, в общем, мне нравится. Тоже у меня эта сумочка очень такая вамурненькая. И еще одна сумочка из Таиланда. Вот такая вот, очень красивая. На самом деле, я была подписана на девушку, кажется, Шей Митчелл её зовут. Она актриса из сериала «Милая панчица». И, по-моему, она тоже была в Таиланде когда-то. И запостила фотку вот с такой сумкой. И потом я их видела везде в Таиланде. И я думаю, блин, ну даже если у какой-то супер известной актрисы есть такая сумка, почему я не могу её купить? Я, в общем, тоже себе её купила. Там буквально за какие-то копейки. Она очень красивая, яркая. Я, правда, про неё уже даже забыла. Если честно, вообще никуда не ношу. Но она такая тоже больше летняя, конечно. Поэтому сейчас в такое время года серая и пасмурная. Её особо никуда и не возьмёшь. А так сумочка очень красивая. Такая вот вся она расшитая. Сейчас я вам сфокусирую на ней. Она есть, получится. Вот. Есть у меня вот такое вот чудо. Я не знаю, сумка это или не сумка. Но позиционирует она себя так, как будто это сумка на их веб-сайте. В общем, я себе выбирала парфюм на позапрошлый. Новый год, точнее, на Рождество. И мой муж как бы заказал этот парфюм по интернету. И также заказал мне вот такую вот сумочку этой же фирмы, которая делает парфюмы. Но она без всяких замочков. То есть просто вот так вот ты её как бы затыкаешь. И, короче, я не знаю, надеваешь на шею как-то или в руке носишь. Очень странная вещь, короче. Я её не ношу, если честно. Она у меня вот просто лежит. Практически, наверное, все из вас уже знают, что я являюсь ярой фанаткой магазина Primark. И частенько туда заглядываю в детский отдел. И там очень часто бывают красивые всякие детские сумочки, кладчики. И, в принципе, мне кажется, нет особой разницы для детей или для взрослых. Потому что кладч есть кладч, он всегда маленький. И, в общем, я купила там вот такой вот кладчик. Кто это? Зайчик, наверное, я не знаю. Такой вот очень миленький. Недавно там продавали также сумочки в виде сердечек. Причём во взрослом отделе. Также какие-то там были лисички или кошечки. В общем, там постоянно всякие милые сумочки в стразиках, в блёсточках. Поэтому, если вы такой же любитель всяких ненормальных сумок, как я, таких вот, которые можно там за 35 евро купить и один раз с ними сходить, потом кладить забросить или просто с ними смоткаться. В общем, тогда вам тоже нужно сходить в детский отдел магазина Primark. Там постоянно какие-то прикольные сумки. Но я себя всё время сдерживаю, потому что я думаю, нет, я хочу другую себе сумку. На самом деле, я хочу себе сумочку Yves Saint Laurent очень сильно, такую коктейльную. Видела подобные сумки я, правда, в Луи Витоне. Даже покажу вам фотографию, если она у меня осталась. Примеряла её на себя, но всё-таки не купила. Мне кажется, что Yves Saint Laurent они более какие-то красивые. И, в общем, да. И ещё, конечно же, я хочу очень сумочку Chanel. Она у меня есть в моём вишнесте, поэтому периодически капаю уже на мозги, что пора бы, пора бы, пора бы меня порадовать. Ну и также покажу вам свой кошелёчек, потому что я его не ношу. И думаю, что хотя бы надо его показать в своём видео. Такой вот он симпатичный кошелёк, в общем-то. И в итоге я его не ношу особо, потому что, если честно, он довольно-таки тяжёлый. В принципе, он, как и все кошельки по весу. Но у меня в сумке всегда очень много всякого барахла. Поэтому вот такой вот дополнительный вес мне особо ни к чему. И поэтому я деньги просто кладу куда-то в кармашек сумки. И потом они по всей сумке валяются. Короче, полный беспредел. А такой вот симпатичный кошелёчек у меня лежит на полочке. И ждёт своего звёздного часа. Вот этот звёздный час сейчас. Так что вот такой вот красивый кошелёк у меня. Абсолютно новенький практически. Лежит без дела. Ну, собственно говоря, это были все мои сумки. Я надеюсь, что вам было интересно послушать истории о моих сумках. Посмотреть, как они выглядят. И напишите мне, какая вам нравится лучше всего. И ставьте свои лайки. Подписывайтесь на меня, если вы ещё не подписаны. И увидимся в следующем видео. Пока!